Почти в каждой команде есть действующие сотрудники. Дело в том, что на базе вуза это, конечно, проще делать, легче. У них не такая загруженность, и им проще освободиться от каких-то своих должностных обязанностей. Они все были расселены в гостиницах урона. Девять дней там находились, ездили по Чебоксарам, смотрели здесь какие-то для себя интересные факты. И каждый день у них проходили режиссерский отсмотр. То есть их редактировали, с ними работали. И сейчас они показывают то, что их... Наверное, нужно сказать о двух вещах. Первая вещь — это, конечно, мы не шутим о чем-то пошлом, о чем-то связанном, не заходим за рамки, там, Великая Отечественная война, там, Лиды, да, еще что-то. То есть эти вещи, конечно, мы туда не полезем никогда, потому что КВН — это игра умных и образованных людей. Это не просто выйти во дворе, помахать микрофоном, да? А с другой стороны, они играют еще в других гражданских лигах КВН. по всей России. И был такой вектор развития, что мы делали каких-то тупых ментов. Выходили, говорили там, что важная новость — менты, не козлы. Все, зритель смеется, всем весело. Но вот редекторам очень строго говорят, что все, мы от этого отходим, мы больше никогда не в полицию, и самим полицейским не разрешайте это делать, и другим командам не разрешайте. Только в очень рамочках, или если это, ну, очень смешно. Вот. А так, в основном, стараются все-таки делать достойный образ человека в погонах. Сейчас в сентябре пройдет фестиваль, 10-й юбилейный, он будет в Нижнем Новгороде, «Щит-Илира» называется. Посмотрите, как они пойдут. Профессиональные певцы. Они свои диски выпускают, все. То есть среди МВД очень много есть студия художников, тоже профессионалы. То есть люди, у которых есть свои очень сильные, хорошие творческие способности, и в МВД позволяют их как-то раскрыть. Раскрыть, правильно. Понятно. А скажите, а правда, что вы уже не работаете в органах? Или нет? Это правда. А вы не скучаете? Ну, как вы понимаете, скучать не приходится. Я в 13-м году уволился. Я работал в Московском университете МВД России в должности капитана. В звании капитана в должности старшего инспектора отдела стольной работы. Работал с курсантами. Занимался параллельно различными мероприятиями, культурно-массовыми, которые проходят в МВД. Мы сделали выезды в Чечню, в Ингушетию, в Дагестан. Там для военнослужащих делали концерты. Кстати, со звездами российской эстрады, которые туда летят совершенно бесплатно. Выступают на таком военном самолете большом. Это очень интересно смотрится. Вот, концерт в Кремле, который идет в прямом эфире, либо через год на Первом, на Втором канале. Вот, тоже я принимаю участие в том, чтобы его делать. Лига КВН Подъем, ЩИТ и ЮР, вот эти мероприятия сейчас. Два года назад я уволился. Вот, но продолжаю заниматься всеми этими делами. Просто параллельно еще занимаюсь другими для себя. Взяла на себя еще творческие вызовы некоторые, которые не позволяют сопоставлять. Конечно, есть какая-то тоска, но это, наверное, какой-то следующий этап, шаг в жизни. Так надо, да. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, то есть вы сказали, что-то еще приобретете. Ну, здесь уже больше в сфере, наверное, бизнеса. Вот, не буду говорить обо всем, но мне нравится с детства, очень любят типографский бизнес. Мы делаем картины очень интересные, игрушки делаем интересную, симонирку, всякое. То есть подходим к этому с творческим потенциалом. Открыли сразу две типографии. Одну, кстати, в Чебоксарах, первая позитивная полиграфия с эликсором, а вторую в Москве. Во-первых, эта игра, она играется разово, кубок, и они получают трофей, сам кубок. Вот.